Тема укрепления иммунитета, которая раньше обычно возникала с наступлением холодов, в наше неспокойное время стала всесезонной. От тревог и недостатка знаний, а иной раз и от их переизбытка, люди способны совершать необдуманные поступки, которые вместо укрепления иммунитета наносят вред здоровью. В этой непростой ситуации нам помогает разобраться врач-терапевт Регина Раймондовна от Качунайты. Для начала вспомним, что защита иммунитета – это не только усиленный прием витаминов, и что недостаточно скупить все лимоны и весь имбирь, чтобы остаться здоровым и защитить себя от вирусов. Иммунитет – это не только прием препаратов, это вообще, в принципе, правильный образ жизни, это соблюдение режима бодрствования сна, это умеренные физические нагрузки, это исключение стрессов, неврозов, все, что влияет на психоэмоциональное состояние. Это соблюдение правильного рационального режима питания. То есть сейчас особенно актуально нужно увеличивать количество белка, естественно, более натуральных продуктов, которые содержат микроэлементы, витамины, ферменты, влияющие на нормальное пищеварение и повышающие, в принципе, работу желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы. Есть такая концепция в западной медицине. Если человек употребляет в пищу только качественные продукты и не испытывает проблем со здоровьем, то принимать витаминные препараты ему не нужно. Оказывается, в наших климатических условиях это не всегда работает. Даже если люди, у кого есть доступ к натуральным продуктам, они все равно находятся также по дефициту потребляемых витаминов, микроэлементов. Почему? В нашем экологически неблагоприятном районе тоже самое очень сильно страдает почва. А это все произрастает в почве. И, конечно, там есть здоровые, полезные составляющие, но они в меньшей концентрации. При накопленных дефицитах, при накопленных хронических состояниях из продуктов питания мы не сможем никогда восполнить тот дефицит, который выявлен у того или иного пациента. Даже в летний период в нашем регионе невозможно восполнить все эти дефициты из продуктов питания. Анализы на выявление недостатка витаминов в наши дни очень популярны. Но стоит помнить, что без приема врача-терапевта результаты могут быть малоинформативны. Ведь важно также учитывать перенесенные заболевания, образ жизни, индивидуальные особенности и текущее состояние организма. И только оценив все эти данные, врач определяет список анализов. А назначение самих препаратов происходит позже. Вот здесь доктор уже понимает по причинно-следственной связи, какие могут быть нарушения, какие могут быть последствия ввиду этих нарушений. И уже выписывается индивидуально каждому пациенту анализы. Вот если пациент жалуется, например, на снижение работоспособности, периодически головные боли, головокружение, посмотреть только, например, витамин D, либо магний, калий, которые влияют на эти состояния, этого будет недостаточно. Потому что у пациента явно может быть скрытый дефицит железа, либо более другие нарушения. То есть смотрится не только контроль уровень витаминов и микроэлементов, а вообще те скрытые дефициты железа, это и дефицит железа, и витамина D, и обязательно смотрится, есть ли недостаточность белка, который приводит ко всем обменным процессам нарушений. Поэтому здесь все индивидуально, не только витамины надо смотреть. Врач-терапевт или врач-нутрициолог назначает не только сами витамины и их дозировку, но и схему приема всех этих препаратов, чтобы полезные компоненты не противоречили друг другу и правильно усваивались. Нужно принимать именно курсами, назначаемые врачом на основании результатов анализов. Есть определенные блоки витаминов, которые, конечно, не сочетаются в один прием, то есть определенный, например, утром, да, витамин определенный вечером. Любые группы витаминных комплексов, они назначаются строго курсами. Какой-то месяц в квартал, какой-то один раз в полгода, какой-то раз в год, и это все корректируется строго лечащим врачом. Плюс нужно смотреть, да, допустим, тот же прием кальция. Нужно смотреть, если есть дефицит витамина D, а пациент об этом не знает и его не уведомили, то этот кальций, он просто начинает у него откладываться на сосудистой стенке, усугубляя патологию сердечно-сосудистой системы и так далее. Это лишний раз доказывает то, что прием витаминов обязательно необходимо осуществлять под контролем врача. Именно такой подход является правильным, безопасным и эффективным.